Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. К Ольге Рапунцель, которая осталась на проекте, несмотря на то, что её молодой человек Дима Дмитренко ушёл за периметр, пришёл новый участник Александр. По словам Майи Донцовой, Оля уже стала разводить его на деньги. Ну а Дима после ухода с шоу отправился домой во Владивосток. Но скоро он вернётся в Москву. Дима пишет. Оставаться здесь я не собираюсь. Люблю свой город, но мне в нём тесно. Мне предложили работу в Москве, но пока это секрет. Может и вернусь на проект. Я безумно всем сердцем люблю Олю. Мы общаемся и переписываемся. Оля Жемчугова поехала домой в Братск. Её сын Миша остался с мужем. Илья Яббаров и Маша Бухун помирились. Илья пишет. Мы увиделись с Машей, вспомнили обо всём, поговорили. Самое главное в жизни научиться прощать и тогда будет жить легче. Что у нас и получилось с Машей. А теперь о событиях на острове любви. У Лизы Полыгаловой было очередное свидание с Ваней Барзиковым. Свидание прошло на ура, пишет девушка. Катались на плюшках и занимались спортом на берегу океана. А на следующее своё свидание Ваня отправится сразу с двумя девушками. Барзиков пишет. Вчера был конкурс, в нём победила Алиса Огородова. Но ведущие разрешили взять ещё одну девушку. Как вы думаете, кого я возьму? Катя Кауфман дала интервью журналистам. Девушка сказала, я состою в браке, но фактических отношений с мужем нет уже на протяжении года. У нас есть маленькая дочка, которой один год и семь месяцев. Она осталась с моей мамой, я ей полностью доверяю в деле воспитания и я спокойна. Мой бывший муж советовал мне не заниматься ерундой, а найти работу. Именно это я и сделала, пришла на проект. Стало известно, почему Карина Багдасар на острове не строит отношения с холостяками. Всё потому, что у неё уже есть любимый молодой человек. Карина со своим парнем Максом были участниками проекта «Фэшн-терапия». Помимо Миши Терёхина, продюсеры всерьёз обсуждают кандидатуру и Рома Третьякова. Тем более, что интересной может оказаться не только борьба молодых людей за женское внимание и солидное вознаграждение, но и их взаимоотношения с Бородиной и Бузовой, потому что Терёхин и Третьяков – это их бывшие. Впрочем, не исключено, что на остров любви могут также отправить Семёна Фролова или Андрея Черкасова. Татьяна Владимировна Африкантова в видеотрансляции в очередной раз развеселила своих зрительниц. Она дала им такие советы. «Если вы узнали, что вам изменил муж, то выгонять его нельзя. Его быстро подберут, а вы останетесь одна. Надо стать проституткой в постели, в коридоре, на столе и под столом, бросив заниматься детьми и хозяйством. Они подождут, не пропадут, а вот мужик может уйти. И в 60 лет можно поиметь молодого мальчика. Нужно лить ему в уши, какой он замечательный, подпоить, затащить и травнуть, как хочется. Муж – хорошо, но молодой любовник – тоже отлично». Бывший участник телепроекта «Май Абрикосов» не собирается никогда возвращаться на проект. Май написал в своем микроблоге. «От Дома 2 мне абсолютно ничего не нужно. У меня есть любимая Олечка, я счастлив и благополучен. Последний раз меня звали на проект в качестве революционера. Я отказался. Ходить на Олимп считаю для себя зазорным. Обсуждать там нечего. Я искренне не понимаю зрителей, которые смотрят Дом 2. Чудо не случится, проект лучше не станет». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома 2» на телеканале ТНТ. «Дома 2» на телеканале ТНТ. «Дома 2» на телеканале ТНТ.